Как-то вы холодно одеетесь. Вполне нормально. Для сегодняшнего. Не, не продувается. Все-таки я решила... Капюшоню быть. Правильно. Так вот можно держать. Так не надо. Так уже как бы ты ничем не спасешь. А у тебя есть наушники? А, тебе уже некуда их... В наушнике уже некуда ватка носит. Это мы могли бы к планшету наушники. Смотрите, буквально 30 секунд и мы начинаем. Хорошо. Это шнур. Нет, шнур я имею ввиду. Шнуров. Здравствуйте, здравствуйте. Мы так давно мечтали, наконец-то сделали это. Мы выбрались и вывели вас на крышу Зимнего дворца. На крышу Эрмитажа. И в прямом эфире сейчас будем ходить по этой крышей. И в конце экскурсии вас ожидает уникальный спуск на чердак. Мы с вами потом поднимемся по какой-то безумной лестнице к башенным часам Эрмитажа и даже немножечко ударим в них. Я приветствую Юлию Денисову, сотрудника отдела научно-просветительного государственного Эрмитажа. Юлия сегодня будет вести для нас экскурсию. Вы видите, условия вообще экстремальные. Условия экстремальные. Мы действительно на крыше. Сейчас Алексей Соломин, главный редактор сайта журнала Дилетант покажет вам, где мы находимся. Что все без обмана, все в прямом эфире. Присоединяйтесь. Советуйте вашим друзьям, чтобы они присоединялись к этой прогулке. Вы вообще нас так слышите. Пишите кто-нибудь, потому что ветер жуткий на самом деле. Вы видите, как одеты. Злой Качок пишет. Хотел сказать, погода не питерская, а нет, все нормально. Да, мы мечтали, что будет солнце, но нет, придется работать в таких экстремальных условиях. Но видите, есть перила. Леша, покажи, пожалуйста. Вот перила, все очень крепко. Здесь можно безопасно ходить. Скажите, а экскурсии водят для желающих по этим мосткам? Нет, экскурсии не водят, несмотря на то, что мостки действительно новые, крепкие, с хорошими перилами. Но, тем не менее, крыши недоступны для желающих на них посмотреть во время экскурсии. Поэтому наша с вами сегодняшняя экскурсия, она действительно уникальная, необычная. Мне самой как-то необычно видеть свой музей, свой дворец вот с этой точки зрения. Когда, находясь на крыше, мы можем увидеть то, что не видно земли, не видно форму этих крыш, достаточно сложную. Только здесь, находясь, можно увидеть, насколько они не однообразны, эти крыши. Действительно напоминают как бы своеобразный пейзаж с какими-то холмами или, наоборот, склонами. И над всеми этими крышами возвышается купол дворцовой церкви. Вот он непосредственно рядом с нами. Купол прорезан круглыми окнами в обрамлении таких причудливых барочных наличников. И через эти окна можно буквально заглянуть с крыши, увидеть пространство церкви. Давайте попробуем, может быть, Алексей Соломин сможет чуть-чуть поближе подойти. Вы знаете, мы так аккуратно передвигаемся. Извините наш, пожалуйста, но невозможно иначе, потому что узко очень здесь, на этих переходах. А вот Алексей как раз демонстрирует нам такое световое окно в куполе домовой церкви Зимнего дворца. Да, главной церкви дворца, собственно, четыре огромных окна, находясь в куполе, как бы освещают подкупольное пространство. Но надо сказать, что вот так вот заглянуть с крыши в купол было не всегда возможно. А сейчас на картинке как раз сама церковь, интерьеры. Не всегда было возможно, а просто была закрыта, наверное, в советские годы. Кроме того, что церковь была в советские годы закрыта, а точнее просто превращена в музейный зал, в один из музейных залов. Дело в том, что когда дворец строился, а строился архитектором Растрелли в 18 веке, Растрелли именно такой купол спроектировал над церковью. Но практически сразу этот купол был зашит изнутри плоским потолком, потому что он промерзал. И чтобы спасти как бы церковь от промерзания, сделали плоский потолок, который буквально отрезал купол от основного храмового пространства. А вот уже в 19 веке, когда шел ремонт Зимнего дворца, ремонт после страшного пожара 1837 года, тогда архитектор Стасов, используя уже другие материалы, идею Растрелли восстановил. Купол был вновь раскрыт и стал уже действительно настоящим куполом, открытым в храмовое пространство. Мы видим, приходит ваша реакция. Да, Лёш, я подношу Лёше Соломину микрофон. Скажи, пожалуйста, что там нам пишут? Благодарят за трансляцию, говорят, что в целом нормально, Виталий К. нам сообщил. Будем ему верить. Звук нормальный. Вы, пожалуйста, пишите ваши отзывы. Как видно, как слышно. Нам это очень важно. А еще с этой точки мы можем сейчас показать окна Георгиевского зала. Вот они, Лёша, впереди. Что можно сказать? Дело в том, что мы можем и на ту крышу тоже перейти при желании. Мы можем вообще пройти по всем крышам Петербурга. Кстати говоря, не проходят вот так вот руферы, любители экстремальных приключений. Ну, любители погулять по крышам пытаются пробраться на крыши нашего музея. Правда, обычно такие попытки пресекаются в самом начале. И, в общем-то, совершить большую прогулку по крышам вряд ли кому-то удается. Все-таки система безопасности, система сигнализации работает достаточно хорошо. Да, это Георгиевский зал сейчас. У нас вот напротив окон которого мы стоим на крышах, а внутри вот такие вот интерьеры. То есть, понимаете, мы уходим по этим неровным крышам зимнего, а под ними чердак, а под чердаками находятся те самые залы, которые вам известны по многочисленным воспроизведениям и фотографиям, репродукциям и так далее. А вот здесь вот уже видны некие приспособления, которые нам делают понятным, каким образом вода стекает от дожди. Очень частое явление в Петербурге. И мы только что миновали дождь, да, он грозил начаться, но, слава Богу, прекратился. Это что, это водостоки, да? Ну да, крыши имеют наклон, естественный наклон, который дает возможность дождевой воде стекать вниз к парапету. А вот уже в основании парапета сделаны эти отверстия водостоков, эти сливные воронки, через которые вода попадает в специальный желоб, идущий по карнизу. И далее уже из этого желоба в те самые трубы, по которым растекает вниз на землю. Сделано все так, чтобы вода по возможности не попадала на дворцовые фасады. А вот так вот, потому что просто, ну, фасады от воды, естественно, фасады, штукатурка на фасадах от воды портится, а воды у нас в городе много проливается с неба. Мы будем обращать по ходу нашей экскурсии в прямом эфире. И мы напоминаем, что мы идем в прямом эфире. И такого, в принципе, никто, по-моему, не делал до нас с эрмитажных крыш. Так вот, смотрите, разные приспособления есть удивительные, которые нас с Алексеем удивили. Вот, Леш, покажи, пожалуйста. Давайте попросим наших зрителей, давайте сначала зададим вопрос, спросим у них вообще, как вы думаете, что это такое? Вот для чего нужны вот такие вот острые какие-то, я не знаю, спицы или что это? На трубе, на вентиляции, на эрмитажной крыше. Ну, я думаю, что догадаться будет не трудно, потому что мы все-таки на крыше, и понятно, кто на этой высоте может нам встретиться. Ну, я не знаю, коты, например. От птиц, еще только была вина. От птиц, да? От птиц, правильно? Совершенно верно. Птицы создают проблемы. Понятно, что они просто портят и пачкают крышу, и дабы этого не происходило. Вот такие вот поставлены заостренные как бы спицы, которые отпугивают птиц, точно так же, как отпугивают птиц еще и репродукторы, расположенные здесь же на крышах. Периодически из этих репродукторов раздается записанный на пленку шум ворон, крик ворон, который отпугивает всех остальных птиц. Вы как раз сейчас этот репродуктор и можете видеть, да, Леша, ты его показываешь, да, как раз? Да, совершенно верно. Вот здесь, конечно, есть вещи, и еще более интересные, чем репродуктор, например, Исаакиевский собор, вообще открываются постепенно вот те самые знаменитые петербургские виды с крыши Эрмитажа, и совершенно невероятно, что можно здесь оказаться. Я знаю, что вводят экскурсии по крышам города, по многим крышам города, и действительно есть возможность прогуляться по этим крышам в других местах, да, но по крышам Эрмитажа еще раз говорю, потому что были вопросы, таких экскурсий не проводятся, и причина здесь безопасность, наверное. Ну, в первую очередь, конечно, безопасность музея, которую необходимо обеспечивать. Так что вот у нас с вами сейчас действительно возможность уникальная посмотреть сверху и убедиться в том, что действительно крыша Зимнего дворца, ну, практически возвышается над крышами всех остальных зданий Петербурга. Вот это так называемая небесная линия, да, которую говорили, когда речь шла о строительстве башни Газпром. Говорили, что она будет сильно возвышаться над центром Петербурга. Вот сейчас, Леша, мы же можем, да, показать эти дома и продемонстрировать вам, что действительно в центре здание не превышает по своей высотности здание Зимнего дворца. Что это за закон был в свое время? Ну, это было строго прописанное правило, можно действительно сказать, закон, который определял то, что в городе не должны здания оказываться выше карниза Зимнего дворца. Естественно, императорская резиденция должна была возвышаться над всеми остальными домами или дворцами. Ну, и единственное, в чем мы, кстати, убеждаемся здесь, проходя, вот только лишь купола церквей и соборов оказываются выше этой линии. Ну, понятно, что храмы все-таки возвышаются над домом императорским. Кстати, можем еще раз, оглянувшись, посмотреть на то, как возвышается над крышей и купол дворцовой церкви. Ведь купол увенчан вот таким декоративным фонариком, над которым уже золоченая главка. Золочение было восстановлено в 1973 году, реставрировалась эта глава. А купол просто был уничтожен в свое время или он где-то хранился? Нет, купол был не уничтожен, все было на своих местах, ничто не исчезало. Более того, даже крест с этого купола никогда не снимался. То есть, если саму церковь превращали в музейный зал, убрав оттуда иконы и, по возможности, убрав скульптуры ангелов, лишив их крыльев, превратив просто в декоративные фигуры, то купол с крестом всегда, крест всегда был над крышами дворца. Да, другое дело, что уже в 20 веке необходимо было просто это золочение поновить. Все-таки, к сожалению, дожди наши и климат наш, увы, портит позолоту на куполах. Ну, а вот эти трубы, мы мимо них проходим и о них не поговорили, да? Напоминает какие-то печные трубы или что это такое? Объясните нам, пожалуйста. Да, собственно говоря, действительно, это трубы отопления. Надо помнить о том, что дворец отапливался, разные были системы, но в 18 веке только печное, в 19 веке уже и другие системы отопления появлялись. Но, тем не менее, камины и печи во многих залах в жилых помещениях оставались, и необходимы были трубы, через которые выходил дым, и также через эти трубы еще осуществлялась и вентиляция. Можно сказать, что это была как бы своеобразная вытяжка. И вот мы с вами возвышаемся, наконец-то мы дошли до нее, до первой улицы, которую мы видим с крыши зимнего. Это миллионная, миллионная улица. Улица, которая недаром такое название получила. В 18 веке самые дорогие дома здесь стояли, дворцы, поэтому и миллионные. И, кстати, отсюда сверху хорошо видно, как на карте вся улица видна, и видны, скажем, ее неровности, изгибы, то, чего мы не замечаем, проходя внизу непосредственно по улице. Вообще сверху можно увидеть, как своеобразно воспринимается, скажем, городской пейзаж, и воспринимаются расстояния. Потому что вот прямо перед нами сейчас купол храма на крови, а за ним виднеется шпиль храма Михайловского замка. И кажется, что он очень далеко, хотя мы прекрасно знаем, что, идя по миллионной улице, выходим мы на Марсово поле, и оказываемся практически сразу возле Михайловского замка. Но вот расстояния искажаются, когда мы смотрим отсюда. А вот такой вот вид, он сложился уже когда? В какое время? Можно предположительно сказать? Такой вид миллионной улицы? Да, миллионной улицы вот этого, что мы видим сейчас вокруг нас. Ну, в 19 веке сложился, ну, или, скажем, постепенно за 18-19 века. По крайней мере, замыкает миллионную улицу. Кажется, она почти упирается вот в развернутый немножко под углом мраморный дворец. Этот дворец строился при Екатерине II. Вот здесь, да, внизу? Да, это юго-восточный резолит, можно сказать, юго-восточный угол Зимнего дворца. На втором этаже бельэтаж, главный этаж. Осторожно, Юля. Да-да-да, главный этаж дворца. Это был второй этаж. И вот как раз на втором этаже под этими крышами находились апартаменты Екатерины II. А на крыше, кстати, была при Екатерине II создана обсерватория для наблюдения за светилами. Деревянная, она не дожила до наших дней. Но где-то вот здесь на крыше была. Вопрос, да, какой-то есть. Здесь просто лучше всего видно номера. То, что сзади на этих скульптурах можно увидеть порядковые номера. Да, потому что эти скульптуры, они ведь тоже музейные экспонаты, как и многое здесь на крыше. И все скульптуры такого зеленовато-изумрудного цвета, она почему-то белая. Когда, между прочим, я снизу смотрела, с дворцовой площади, мне вообще казалось, что она находится в реставрации со спины. Потому что было ощущение, как будто она покрыта белой тканью. В чем причина, почему отличается так сильно цвет? Ну, наверное, тут надо вообще поговорить немножко об истории скульптур на парапете Зимнего дворца. Давайте вот конкретно обратим к историческому цвету. Потому как скульптуры, медно-выколотные скульптуры, которые появились на крыше дворца в конце XIX века, они были окрашены, судя по всему, в светлый цвет. И сейчас, во время реставрационных работ, а реставрировались в течение, скажем, XX и уже XXI века эти скульптуры несколько раз, вот как раз была сделана попытка вернуть исторический цвет. И эта скульптура получила вот такую окраску, светлую. Остальным была дана, скажем, такая более нейтральная, немножко напоминающая патинированную бронзу, зеленоватая окраска. Ну, а номера, все скульптуры пронумерованы, все сосчитаны скульптурами. Мы пробовали их сосчитать. Вторая, третья, четвертая, и так до 176. И вот вначале, да, об этих скульптурах. Итак, сейчас они не каменные. Нет, они не каменные, они сделаны, можно сказать, из листовой меди, а внутри находится железный каркас, на который вот эти полые скульптуры, эти медные листы, ну, одеты, прикреплены. И каркас этот заведен, стержни каркаса заведены в вкладку кирпичную парапета дворцового. За счет этого скульптуры и, можно сказать, держатся на этой высоте. Вот мы как раз сейчас вам показываем вот эту технику, да, каким образом держатся эти скульптуры на крыше. Потому что ветра-то здесь сильные, нужно же очень крепко их... Ну, вот как раз последняя реставрация, которая велась вот в недавние годы, начиная практически там с 2000 года и вот до последних лет, как раз эта реставрация была нацелена на то, чтобы укрепить каркасы скульптур. Когда статуи были вскрыты, а внутри они полые, оказалось, что скульпт каркасы в состоянии весьма неудовлетворительном. Но теперь, как бы, новые усиленные каркасы сделаны, новые части каркасов усиленные, старые части отремонтированы, так что они надежно стоят. А почему в свое время каменные поменяли? Отремонтированные остались на крыше, но к концу 19-го века пудрский камень уже настолько оказался испорчен внешними условиями, что крошился, рассыпался, статуи практически разваливались. Поэтому их поменяли на медные, считая, что это будет более надежно. У меня мотивация. Приемлемо ли? Нужно ли перезапустить, попробовать? Потому что на тестовых испытаниях у нас здесь был другой уровень сигнала. Может быть, получится переподключиться. Стоит ли? Да, ответьте нам, пожалуйста, посоветуйте, что нам сделать, чтобы сделать изображение для вас более комфортным. Имеют названия. Названия, связанные, в первую очередь, с именами мифологических героев. Деметра, Персифона, Аполлон. Но, на самом деле, эти названия условные. Может быть, в силу того, что еще в 18-м веке, когда Растрелли делал рисунки для статуи, архитектор делал рисунки для тех статуи, которые будут украшать карнизы, то, в общем-то, немногие были поименно названы. А в основном они назывались просто каменными штуками или каменными болванами. Но, конечно, в силу традиции они делались с какими-то атрибутами, отсылающими к античной мифологии. Нормальный сигнал? Давайте перезапустим. Перезапустим сейчас. Прямо обновите просто страницу YouTube или страницу Дилетант Медиа, если вы смотрите прямо там. И появятся новые...